Время новостей о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире. Сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Самое большое число новых заражений коронавирусом с начала этого года выявили в Украине за минувшие сутки. Заболели 17 569 человек. Более 5000 пациентов доставлены в больницы с осложнениями. 421 украинец умер. При этом выздоровели более 9500. Лидируют по росту уровня заболеваемости Киев, Одесская, Хмельницкая, Львовская и Житомирской области. Тем временем прививки от коронавируса получили уже почти четверть миллиона украинцев. Около 18 тысяч человек вакцинировались за минувшие сутки. США испортили 15 миллионов доз вакцины Джонсон и Джонсон. Как сообщает The New York Times, сотрудники завода случайно перепутали составляющие препарата. Однако те дозы, которые используются сейчас, изготовили в Нидерландах. Поэтому они безопасны. Но ошибка приведет к задержке поставок вакцины в США. Тем временем европейские страны в борьбе с коронавирусом усиливают ограничения. Подробности смотрите в нашем сюжете. Франция усиливает карантин. С 3 апреля передвижение между регионами страны будет разрешено только по веским причинам. Гражданам можно будет отдаляться от дома не больше, чем на 10 километров. Иначе нужно оформлять специальное разрешение. Закрываются детские сады, школы, кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы, театры и кинозалы. С 7 вечера до 6 утра комендантский час. С середины марта эти ограничения действовали в 19 департаментах. Теперь их вводят по всей стране. Продлятся они как минимум до 2 мая. Введение ограничений в части департаментов дали первые результаты. Но очевидно, что этих усилий мало, поскольку мы видим всплеск эпидемии. Мы сталкиваемся с ростом заболеваемости из-за нового британского варианта. Потеряем контроль, если не предпримем ничего сейчас. Вирус более заразен и смертоносен. В отделениях интенсивной терапии оказались люди даже с хорошим здоровьем. Запомните эту цифру. 44% пациентов в отделениях интенсивной терапии меньше 65 лет. Власти Испании ужесточили массовый режим. Людей обязали носить маски на открытом воздухе даже при соблюдении обязательной социальной дистанции. Это касается всех жителей страны в возрасте от 6 лет. Согласно новым правилам, носить маску нужно даже во время отдыха возле бассейна или на пляже. Я считаю, что всё, что помогает исправить ситуацию, хорошо. Маски на пляже или в любом другом месте – это хорошо. Мы должны соблюдать все меры, которые помогают избежать заражения. Новые правила немного защищают нас, потому что ясно, что на пляже будет много людей. Но в то же время это немного раздражает, потому что снять маску и пойти на пляж было одной из немногих свобод, которые у нас были. А теперь мы должны беспокоиться о том, как загореть так, чтобы маска не отпечаталась на лице. А в Молдове в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение на 60 дней. Правительство готовит список ограничительных мер. В конце марта в стране новый суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса. Больше всего новых случаев от COVID-19 с начала пандемии зафиксировали и в Венгрии. Страна является рекордсменом по количеству акцинированных от коронавируса среди стран ЕС, но при этом и лидером по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. С начала пандемии в мире обнаружили 129,5 миллионов случаев заражения. Из них 2 миллиона 828 тысяч умерли. Свыше 104 миллионов человек выздоровели. Тарас Кобзарин, Накосинская, Новости Украины. В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки выявили 25 новых случаев COVID-19. Два человека скончались из-за осложнений. При этом в Ордло выявили 129 новых случаев заражения. Семеро пациентов умерло. Всего с начала пандемии в Ордло признаны почти 33 тысячи случаев COVID-19 и более 2,5 тысяч смертей. Отмечу, официальные украинские власти и правозащитники сообщают о намеренном сокрытии оккупационными администрациями реальной статистики заболеваемости. Завтра на один день открывается пропуск через линию соприкосновения в Донецкой области. Контрольный пункт въезда-выезда Новотройска и Еленовка откроется завтра с 9 утра до 16.30. При этом при въезде на подконтрольную Украине территорию необходимо установить приложение ДИА и пройти самоизоляцию, либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. На неподконтрольную Украине территорию пропускают только по спискам из оккупационных администраций. Пентагон обеспокоен обострением боевых действий на Донбассе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. Он отметил, что дестабилизирующие действия России сводят на нет действия режима прекращения огня, введенного в июле 2020 года. И добавил, что США в курсе украинских военных отчетов, касающихся концентрации российских воск вблизи украинских границ. Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на Донбассе, включая нарушение перемирия от июля 2020 года, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих. Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения, подписанного при посредничестве ОБСЕ. Угрозы членам избирательной комиссии и попытки сорвать подсчет голосов. В 87-м округе в Ивано-Франковской области территориальной избирательной комиссии пришлось прервать заседание из-за агрессивного поведения одного из кандидатов. Александр Шевченко, который по предварительным данным проигрывает Василию Веростюку, хамил и угрожал членам комиссии физической расправой, сообщили в партии «Слуга народа». Подсчет результатов голосования заблокировано уже третьи сутки. Народные депутаты от «Слуги народа» просят вмешательства правоохранителей и оценки поведения кандидата Шевченко. «Для нас все очевидно. Александр Шевченко не хочет честного установления результатов выборов. Поэтому всячески пытается сорвать подсчет голосов и перейти на давление улицей. Мы призываем окружную избирательную комиссию возобновить работу и, наконец, установить результаты волеизъявления украинцев. А наших оппонентов действовать законно и цивилизованно». 28 марта в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду из-за нардепа-мажоритарщика Зиновия Андреевича, который отказался от мандата, потому что был избран мэром города Надвирно. К полуночи, 31 марта, обработали более 67,5% протоколов. По предварительным результатам лидирует Василий Веростюк от партии «Слуга народа». Семья народного депутата Виктора Медведчука, попавшего под санкции, вдвое увеличила свои денежные сбережения в 2020 году. Об этом сообщает программа «Схема» на Радио Свобода. Журналисты проанализировали декларацию политика за 2019 и 2020 годы и выявили доход с 7,5 миллионов евро. При этом, если ранее Медведчук хранил средства в гривнах и евро, то в 2020 году сбережения были уже в российских рублях на счетах жены депутата в Белорусском банке. При этом, согласно декларации, Оксана Марченко стала владелицей двух компаний, связанных с нефтяным бизнесом в РФ. 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены и ближайшего окружения. А секретарь СНБУ Алексей Данилов сообщил, что один из нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, принадлежащих Медведчуку, делал поставки в отдельные районы Доненской и Луганской областей. Больше сотни погибших краснокнижных птиц нашли в Каховском районе Херсонской области ученые из заповедника Аскания-Нова. С января этого года в области умерли больше двух тысяч редких пернатых разных видов. О причинах птичьего мора расскажут наши корреспонденты. За всю свою жизнь я не видел таких ужасных картин, такого уничтожения краснокнижных видов. Больше сотни погибших журавлей и уток агарей всего за один день нашел директор заповедника Аскания-Нова. Говорит, специально отслеживал маршрут питания журавлей. Обследовали это поле. Кроме журавлей, агарей и других видов птиц мы нашли два зайца. Прямо тут. Сейчас весна. Вот мы сейчас зайдем в лесополосу, она мертвая. Начиная с середины января вокруг заповедника нашли более двух тысяч погибших птиц разных видов. Это свищ. Это свищ, такая краснокнижная птичка. По данным лабораторного исследования, птицы отравились зерном, которое фермеры разбрасывают по полям для борьбы с грызунами. Специальная комиссия проверила предприятие и рекомендовала аграриям не использовать химические препараты. Из 46 проверенных предприятий на 34 выявлены нарушения законодательства в сфере защиты растений. Люди, которые работали с пестицидами и агрохимикатами, не были обучены, как это правильно делать. В этом году фермеры действительно использовали больше препаратов-ротиндицидов, которые борются с грызунами, поскольку в 2020 году в Херсонской области грызунов было очень много. Но оказалось, что аграрии не прислушались к рекомендациям. Когда специалисты приехали проверять поля, снова нашли отраву. «Мы сейчас находимся на поле озимой пшеницы Зеленоподского сельсовета. Мы установили факт. Есть норка мышей, мышевидных грызунов, есть зерновая приманка. Она бледно-желтого цвета». Руководство предприятия, на поле которого нашли погибших птиц и отравленное зерно, комментировать ситуацию отказалось. «Мне запрещено давать либо какую информацию». Изменить санитарные правила по применению яда химикатов и разработать биопрепараты для уничтожения грызунов. Такое решение проблемы видит директор заповедника Аскания Нова. «То, что срочно надо сделать, это утвердить инструкции и документы, даже в то время, пока эта бродифакумная группа еще разрешена». Тем временем найденное на полях зерно забрали на экспертизу правоохранители. Полицейские открыли уже шесть криминальных производств по факту гибели птиц. Фермерам, если их вину докажут, грозит до пяти лет лишения свободы. В Индии изнывают от жары не только люди, но и животные. Температура воздуха на днях достигла плюс 40 градусов по Цельсию. Чтобы спасти от жары диких зверей, местные жители обустраивают водопои. В заповеднике Гирский лес, единственном месте, где сохранилась дикая популяция азиатских львов, создали сотни искусственных водоемов. «Точки для водопоя установлены более чем в 450 местах в Гирском лесу. Они регулярно заполняются. Эти точки имеют разные формы и размеры, чтобы обслуживать всех животных». «Некоторые места водопоя или кутия, как они называются на местном языке, наполнены водой из подземных источников. Другие закачиваем насосами. Для подачи воды в резервуары используется энергия ветра и солнца». Больше новостей ищите на наших сайтах, а также на наших страницах в соцсетях. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей уже для вас готовят мои коллеги. Спасибо, что нас смотрите. Оставайтесь с нами и хорошего дня.